Представьте себе на плоскости какое-то перечислимое множество под множество в n квадрат. Давайте попытаемся на каждой вертикали, где есть хотя бы какая-нибудь точка из множества А, найти одну точку. То есть, я ищу такое множество, если на какой-то вертикали есть точка из множества, то в нашем множестве есть точка. Если нет ничего, то нет. Вопрос, можно ли построить такое перечислимое множество? Повторяю, на плоскости есть под множество n квадрата, перечислимое под множество. Надо оставить на каждой вертикали по одной точке. Там, где не было ноль точек, а там, где было несколько или бесконечно много, там надо поставить по одной. Надо чуть-чуть модифицировать программу. Ну как? Дано под множество А множество n квадрата. Требуется ответить на вопрос, существует ли перечислимое под множество, которое содержит по одной точке множество А на каждой вертикали, где они есть. И не содержит ничего, где их нет. Печатаем элементы из множества А. Да. Просто проверяем, есть ли такая абсцисса уже напечатана. Если уже есть, то мы его просто пропускаем. Не печатаем. Так? Все поняли, что это очевидно? Все поняли, что это очевидно. Теперь я изменю в этой задаче. Беру здесь слово перечислимое и напишу здесь слово разрешимое. И в множестве, которое я хочу построить, то же самое. Вопрос, а можно ли в разрешимом множестве найти разрешимое подмножество, которое обладает вот этим вот свойством? На каждой вертикали, значит, одна точка, если были, ноль точек, если не было. Можно по точкам идти только змейкой. Да. Ну и что это опять? Смотрите. Ответ опять да. Да. Любое разрешимое перечислимое. Да, конечно. Нет, я не говорю, что множество перечислимое, пожалуйста. Я изменил задачу, заменив слово перечислимое везде на слово разрешимое. Дано разрешимое подмножество множества n квадрат. Существует ли в нем разрешимое подмножество, которое на любой вертикали, где была хотя бы одна точка, содержит ровно одну точку. А там, где не было, то и не было. Можно идти такой змейкой подряд. Да. Поскольку а было разрешимое, то мы дойдем и до элементов подмножества. Просто идя змейкой. Ну да. На самом деле, смейки здесь не особо причем. Посмотрите, какая история. Проверите какую-нибудь точку. Как узнавать, включаем мы ее в множество b или не включаем? Надо проверить, входит ли она в множество a, а также проверить всех под ней. Правильно? Отлично. Проверяем всех под ней. И что получается? Если кто-то из них входит в множество a, то эта точка не принадлежит множеству b. То эта точка не принадлежит. А принадлежит кто? Самая нижняя точка на вертикали. А принадлежит самая нижняя. Отлично. Отлично. И таким образом получается, что множество, что называется, нижних точек, оно какое? Разрешимое или я? Разрешимое. Множество нижних точек, нашего множества, является разрешимым. Множество нижних точек, любого разрешимого множества, является чем? Разрешимым. Разрешимым. А у перечисленного множества? Является перечисленным. Множество нижних точек любого перечислимого множества является перечислимым гипотезом, которую только что высказал Коля. На самом деле, про разрешимое право все очевидно. Посчитали, да? Потому что у вас про каждую точку, если оно разрешимо, то все известно. И поэтому то, является ли она нижней точкой, это вопрос конечного числа и что в порядке. Итак, гипотеза Коля. Множество нижних точек перечислимого множества перечислимо. На самом деле, вовсе даже нет. Это очень простая штука, но она очень хорошо объясняет, что называется вот эту игру перечислимое и неперечислимое. Вы уже помните, что существует перечислимое и неразрешимое множество, так? Давайте ее возьмем. Итак, М перечислимое, но неразрешимо. Пусть М – это вот некоторое подмножество в нейтральном виду. Я сейчас устрою вам множество А. Устрою я его очень просто. Множество А состоит из пар вида ММ, где М принадлежит нашему множеству М. Это такая прерывистая диагональ. Я не знаю, какие там точки подлежат, множество им, какие не подлежат. Но вот тогда, когда у нас есть точки РСМ, то мы такую точку берем. Вот дальше смотрите, какая история. Мне нужно, чтобы возникла вот эта игра с нижними точками. А дальше я к множеству А добавлю всевозможные точки вида М2М. Вообще все. То есть, прямая у равно 2х будет у меня просто полностью заполнена точкой. Смотрите теперь, какая история. Нижние точки теперь будут на любой точке. У этого множества нижние точки будут, понятно, да? Но при этом там, где у меня М принадлежит, там нижняя точка будет вот здесь. А в остальных местах нижние точки будут здесь, понятно? Представьте себе, что вот такое множество у меня оказалось бы перечислимым. Ребята, вообще легко сообразить, что если у меня есть множество перечислимое, то и пересечение его с прямой у равно 2х тоже перечислим. Вот когда у вас есть перечисляющая процедура, то вы можете просто, когда она дает другие точки, их отбрасывать. Понятно, да? Значит, вот это множество было бы тоже перечислить тех нижних точек, которые лежат на этой прямой. А значит, и его проекция была бы перечислимой. И у меня получилось бы, что дополнение является перечислимым. А если дополнение перечислимо, и самое множество перечислимо, то множество разрешимое. А оно у нас будет разрешимое. И ты ей понятно? Да. Спасибо.